Вот, молитвы могут иметь огромнейшее положительное значение для умершего человека. Огромное значение. Каково действие этой молитвы? Что это за механизм? Мы можем, друзья мои, тут говорить только образно. Как в походе мы можем же помогать друг другу, когда кто-то подвернул ногу или плохо себя чувствует, там, заболел. Мы же берём на себя эту ношу и помогаем. Иногда ведём его, иногда несём его. Всё может быть в походе. Так точно то же самое и здесь. Оказывается, молитвы, искренняя молитва, какая молитва? Это очень важно. Может помочь этой душе. Вот о чём идёт речь. Что значит мы, в каком смысле употребляем мы слово молитву? Это очень важно, друзья мои, понять. Это надо же знать. Знать почему? Потому что многие люди не понимают. И считают, вся молитва в чём состоит? Вот, я написал о покоении, рабу Божию, и подал. Батюшка пусть там молится. На проскомедии вынят частицу. И подаю в один, два, десять, сто. Зависит от моих денег, от моей ревности. Подаю другому, третьему. Что говорит церковь? Прежде всего, ты должен обратить внимание на самого себя. «Дай, голубчик, хоть маленькую частицу своего, я, этому человеку». Ты его, говоришь, любишь, да? Ты хочешь, чтобы его участь была более хорошей, доброй, чтобы он освободился, если у него что-то там есть худое. Принеси подвиг во имя этого человека. Воздержись. Ты курил. Постарайся не курить. Ты пил. Перестань. Ты обжора. Воздержись хоть немножко. Наложи хоть на себя хоть какие-то ограничения. Какие-то ограничения. Постарайся хотя бы сорок дней, когда ещё идёт процесс там окончательного становления личности, хотя бы эти сорок дней постарайся, постарайся соучаствовать вот в жизни этой личности, понуть себя. Сей род изгоняется молитвою и постом. Исаак Сирин прямо пишет. Молитва, в которой не утруждается тело, подобно сосцам высохшим и ничего не дающим. Вы слышите? Это очень интересный и важный тоже антропологический момент, друзья мои, что, оказывается, душа наша сопряжена с телом. И если мы хотим каких-то результатов, как важно, чтобы тело участвовало в нашей молитве. Другое хочу вам отметить, что вот мы подаём, конечно, кому-то и куда-то, и чего-то. Мы говорим, церковь молится. Что под этим подразумевать? Вот, например, святитель Феофан Затворник, я тут в книжке привожу эту цитату, он прямо утверждает печальную вещь. Печальную вещь. Очень печальную. Но я немножко сглажу и скажу так, что редко кто молится из священников, когда вынимает частицы и читает эти записки. А то ещё придумали другое. Наш же ум, знаете, какой хороший? Я вынимаю частицы, а другое там бубнится под нос имена. Бубнит имена. Не молится? Молиться невозможно. Какое-то молиться-то. Огромное количество имён. Он бум-бум-бум-бум-бум. Это называется поминовение. Это какому Богу, интересно? Имена Богу известны. А если вы хотите помолиться, так молитесь. А вы что читаете мне имена? Вы просите? Мне имена не нужны. Я знаю, скажет Бог. Я молитвы не вижу. Язычаки так делают. Бубнят. А вы христиане? Или вы считаете, что я не Бог, а магическая сила какая-то, которой надо это? Как мы подменили молитву вычитыванием имён. В конце концов, возьми эти имена, сложи, скажи, Господи, Ты всех знаешь, и от всей души помолись о всех тех, кто здесь есть. Это будет молитва. Молитва. Но попробуйте вот такое сказать. Вам на орехи достанется. Как это не вычитать имена? Вычитать имена. Вычитать правила. Вычитать молитвы. До какого ужаса язычества докатились мы. молитва нужна, а не вычитывание. Молитва об умерших, а не вычитывание имён. Элементарные вещи, говорю, правда же? И мы их забыли совсем. Выбросили. Выбросили. Я вам скажу, я на заводчем секторе, говорю священникам, вот смотрите, родительская суббота. У вас корзины мгновений. Выйдите к народу. Поставьте эти корзины рядом с собой на обвоне и скажите. Обратитесь. Так, читать будем имена? Закрыть двери храма. И пока я всё не прочту, чтобы никто не выходил. Я буду читать до утра. Меньше мне времени не хватит. Несколько корзин. Сделайте другое, не это. А скажите. Вот сейчас я буду молиться о всех, кого вы подали. Имена их Бог знает. Вы, все стоящие здесь, молитесь сейчас о тех, кого вы подали. Слышите? О всех, кого вы подали. Я, как священник, молюсь о всех, кого вы подали. в хор, пожалуйста, пусть поёт. Господи помилуй или со святыми. И несколько минут весь храм молится. Молится. Правда, здорово? Другие вам скажут, это ужасно. Вы, наверное, все были свидетелями. Законите в храм. Что такое? Из алтаря несётся несколько священников. Что несётся из алтаря? Перебивают друг друга имена. ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это стоит. А бабку Марью слушают, а помянули или нет. Слушают все, не молятся, а слушают, когда записку и прочтут. Её или его. Вы видите? Вот мы и говорим, как это может язычество проникнуть в христианство. Вот вам пример. Когда молитва подменяется вычитыванием. А попробуй, священник, если он не проведёт вот такой вот, я бы сказал, прямо работы воспитательной, попробуй он не почитать записок. Что с ним будет? И вот он, бедный, не знает. Стоят у него корзиды. Что делать? Чешет затылок. Ну, ладно, хоть через пятые на десятые какую-то хоть посмотрю, что-то прочитаю хоть какие-то имена. Прочитай имена. О молитве речи не идёт. Вы слышите? Ни о какой молитве речи не может идти здесь. Феофан затворник прямо пишет. Некоторые батюшки так стали делать. Вы знаете, любопытная вещь какая? Сначала, вот когда я говорил, они возражали, а что будет народ? Потом, ну, приезжают и говорят, я говорю, как? Служите, вы знаете, народ в восторге. Во-первых, всё это проходит за три минуты. Какие? Две-три минуты. Вот, и все действительно наконец поняли, что они должны молиться. Не батюшке подать записку, а они должны молиться. И что батюшка стоит, за всех действительно молится, а не бубнит имена. Вы подумайте, как замечательно. О, если бы мы могли понять это, понять уклонение, в которое мы ушли. Да, раньше церковь возносила молитву, была община, все знали друг друга, и когда кто-то заболевал и прочее, вся церковь молилась, когда его имя произносилось. Арестовали их, вся церковь молится, опять вся. Эти имена называли какие? Всем известные, что вы? Умирает кто-то, опять все молятся. А сейчас что? Какую записку, кто поймет чего? И никто не молится. Вот как можно исказить саму суть, самую суть молитву превратить в ничто. Так вот, молитва действенна, тогда, когда, во-первых, она является молитвой, а не пустым произнесением именно. Во-вторых, во-вторых, и очень важно, это надо, очень важно, тот, кто действительно хочет оказать помощь своим умершим, он должен взяться за себя. Параличный, который не может двинуть ни одним перстом, никому ничего не поможет. Ты хочешь помочь? Вот тебе лекарство, чтобы ты мог встать и помочь. И так, мы помогаем нашим умершим, и не только умершим, и живым, в той мере, в какой мы сами очищаем свою душу. Вы слышите? Вот, оказывается, действенность молитвы обусловлена нашим духовным состоянием. Ещё раз обращаю внимание на это, что очень и очень упускается. Действенность нашей молитвы обусловлена нашим духовным состоянием. Поэтому в это время, хотя бы эти 40 дней, человек, может быть, должен прям несколько раз поисповедаться, причаститься. Прямо несколько раз. Должен провести прям христианскую усиленную жизнь. И пост, и молитва, и воздержание, если хотите, во всех других каких-то возможных вещах. Чтение святых отцов. В общем, 40 дней хоть побыть христианином. Хотя бы эти 40 дней. Вот когда наша молитва может оказать, друзья мои, самую действенную помощь нашему усопшему. А эти тысячи записок, которые будете рассылать, не молясь сами, не делая того, о чём мы сказали, чем они останутся, не знаю. Я не хочу ничего говорить, но сами поймите, эти священники не могут. Да и кто это на себя возьмёт подиум? Скажите. Батюшка, помолитесь. А что значит помолиться? Что значит помолиться? Отказаться от многих надо утешений, может быть, развлечений, увеселений, от суеты. Что такое помолиться? Помолиться надо ум свой собрать хоть немножко, себя немножко привести в рамки, в рамки достойной человеческой жизни. Много вы найдёте таких людей, кто сможет откликнуться на вашу эту просьбу и действительно помянуть. Вы слышите, что действительно помянуть? Много? Подумайте, и тогда поймёте. да, очень полезно, конечно, дать нуждающимся, действительно нуждающимся людям во имя этого, причём не только обязательно верующим, может быть, не верующим, но действительно нуждающимся людям. Бог видит, потому что любой акт любви с нашей стороны – это есть опять действенная помощь усопшему. Акт нашей любви. Потому что, вы видите, какое-то замечательное сочетание. Всё то, всё то, что мы хотим сделать по любви другому, мы прежде всего это делаем и себе. И себе. Акт любви, он оказывает самые благотворные действия на кого? На меня прежде всего. и этим сам оказывает такое же действие и на того, за кого я молюсь. Вы видите, друзья мои, как много я этому моменту посвятил. Почему? Наверное, вы понимаете. Вот эти вещи, эти вещи, кажется, элементарные с точки зрения христианской веры, остаются за границей сознания подавляющего большинства людей.